В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Члены общественной палаты нового созыва получили удостоверение. Благодаря вам мы будем находить правильные точки зрения. Закончен ремонт во врачебной амбулатории поселка Володарского. Что изменилось? Гораздо больше пространства, места, людям есть где разместиться. Развилковская школа отметила свое 65-летие. Мы ответственны не только за будущее нашего поколения, но и за будущее России. В здании администрации Ленинского городского округа состоялось очередное плановое заседание Общественной палаты муниципалитета. Встречу посетил временно исполняющий полномочия главы округа Дмитрий Абаренов, который вручил общественникам удостоверение членов палаты. Какие еще вопросы стояли на повестке дня, расскажет Юлия Погосян. Новый созыв общественной палаты Ленинского городского округа работает на благо жителей муниципалитета уже более полугода. Но удостоверение, подтверждающие статус, по ряду обстоятельств члены организации получили только сейчас. 30 корочек ровно по числу представителей нового созыва торжественно вручил временно исполняющий полномочия главы Ленинского округа Дмитрий Абаренов. Надеюсь, что вы будете такой опорой, поддержкой и наряду с нашими депутатами. Благодаря вам мы будем находиться в правильной точке зрения и двигаться в правильном направлении. Поэтому я, безусловно, на всех вас рассчитываю. Надеюсь, что мы будем двигаться в одном направлении. Направление ради людей, ради их комфорта, жизни. Состав общественной палаты обновился более чем на 50%. Но этих людей вряд ли можно назвать новичками. Все они имеют большой опыт общественной деятельности. Я надеюсь, что у нас получится объединить людей именно непосредственно в моей комиссии, пригласить их к благотворительности, волонтерству и добровольческим движениям. На прошедшем заседании общественникам предстояло обсудить и принять два вопроса. Возобновление очных приемов населения председателями профильных комиссий и формирование коллективного мнения по теме строительства трассы Бутова-Видная-Латкарина. Этому предшествовало несколько встреч с депутатами и местными жителями. Смысл в том, что есть красные линии, по которым строились все наши муниципальные нормативные акты, в том числе и генплан. Соответственно, перетрассировку точно никто нам не даст, невозможности такой не будет, потому что есть красные линии, по которым все это движется. Поэтому именно по этой схематическому расположению трассы мы будем максимальным образом апеллировать на те факты, которые будут устраивать именно жители. И, соответственно, это развязки, это, соответственно, ширина дорожного полотна, это, соответственно, шумоизлилирующие все элементы для того, чтобы комфорт наших граждан был максимальным образом представлен в наших предложениях. В ходе встречи у представителей организации была возможность задать насущные вопросы временно исполняющему полномочия главы округа Дмитрию Абаренову. В завершение заседания член общественной палаты, руководитель общества инвалидов муниципалитета Наталья Рящина вручила коллегам благодарственные письма за помощь в организации и проведении акции «Неделя доброты и щедрости». В субботу в 4 часа утра на проспекте Ленинского комсомола напротив магазина «Спар» была обнаружена небольшая просадка асфальта. На место выехала дежурная группа водоканала и сразу начала аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе. Генеральный директор МУП ПТО городского хозяйства Дмитрий Бугров прокомментировал ситуацию. По окончанию ремонтно-восстановительных работ будут выявлены причины случившегося, о чем будет сообщено дополнительно. В настоящий момент восстанавливаем плановое завершение восстановительных работ два дня, то есть до 30-го мы ситуацию исправим. На ПЛК от 3-го до 37-го дома ведутся и другие работы, но они плановые. Замена аварийного участка хозяйственно-бытового водопровода. Окончание работ планируется не позже 27 апреля. Закончен ремонт во врачебной амбулатории поселка Володарского. Он начался в декабре прошлого года и финансировался Министерством здравоохранения Московской области. Здание полностью обновилось и теперь прием пациентов здесь проходит в более комфортных условиях. В амбулатории полностью заменена отопительная система. Был ремонт кровли, ремонт фасада. Поменяли полностью освещение в этом корпусе амбулатории. Экскурсию для нас проводит заведующий Володарской врачебной амбулаторией Тимур Асанов. В лечебном учреждении пациентов принимает коллектив из 30 высококлассных врачей и медсестер. Акушер-гинеколог Дуванская Яна Валерьевна, она сертифицированный специалист, как раз проводит ультразвуковую диагностику женщин, кальпоскопию. Тем самым это позволяет обследовать женщин, вести беременность и выявлять те или иные заболевания на ранних этапах. Благодаря экономному подходу к планировке теперь в Володарской амбулатории появился кабинет выписки больничных листов и льготных рецептов. Лекарства по которым можно получить здесь же, в аптечном пункте. Этот кабинет позволяет разделять потоки. Если раньше все жители должны были обращаться в регистратуру, стойкую информацию, тем самым были операторы загружены, то теперь потоки людей, которые с больничными листами напрямую заходят в этот кабинет, они могут по одному человеку заходят и спокойно идут в беседу, оформляют документы. Коснулись изменения и помещения регистратуры. До ремонта здесь в прямом доступе находились стеллажи с медицинскими картами пациентов. Теперь, как и положено, у них отдельное помещение. Раньше регистратура и картохранилище располагались вместе. По нормам картохранилища и любые карты, они должны быть не на глазах у людей, для того, чтобы не разглашалась персональная информация. Стало больше света и уюта в кабинетах. Врачи отмечают, что в таких условиях приятнее проводить прием пациентов. Гораздо больше пространства, места, людям есть где разместиться, и кушетка удобно стоит, то есть можно посмотреть людей. Людям нравится, есть удобные диванчики, где люди могут разместиться в ожидании очереди. Красиво, уютно. Также теперь в амбулатории полностью обновлена оргтехника. Принимая во внимание, что медицинское заведение одно из первых в Ленинском городском округе переходит на электронные документы оборот, это весьма актуально. Мы вводим документы в систему ТАСУ в электронном виде, сканируем эти документы, чтобы не было необходимости формировать бумажный вариант. Но пока приказа об отмене бумажных медицинских карт нет, поэтому мы их тоже дублируем и ведем. Стоматологический кабинет Володарской амбулатории в прекрасном состоянии. Здесь поменяли только освещение. Этот кабинет тоже позволяет минимизировать количество поездок жителей в окружной центр и, соответственно, медицинскую помощь стоматологическую получить здесь, у нас на территории. Предприниматель Давид Ахметович Кабаладзе живет в поселке Володарского с 1975 года. Проблемы медиков воспринимает как личные. Когда узнал о ремонте, решил, что необходимо внести свою лепту. Надо, по-моему, чем помогать? Говорю, давай кровати тебе купили. Он сказал, не надо, кровати купили. Купят, говорит. Или, говорит, сейчас много. Ну, давай, чего? Ну, телевизор. Ладно, телевизор. Весь персонал, приятно зайти. Это же вообще просто преобразовался. С 5 апреля здесь начнет работать дневной стационар. Почти два года его не было, и местных жителей приходилось направлять в Молоковскую амбулаторию. Палата дневной стационар, а здесь соседний кабинет процедурный. Палата на три койки, три смены. То есть в день мы можем принимать 9 человек для проведения инфузионной терапии. Последний раз косметический ремонт тут проводился более 10 лет назад. Амбулатория рассчитана на 75 посещений в смену, но нагрузка на врачей значительно больше, и порой на приемы приходят порядка 150 человек в день. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видно этого. Заслуженный кинематографист России, заслуженный работник культуры Московской области, лауреат премии Ленинского района Владимир Менчев отметил 75-летие. В честь дня рождения его коллеги и друзья собрались в историко-культурном центре, где сейчас трудится Владимир Степанович, чтобы поздравить с юбилеем. Сотрудники ИКЦ приготовили для виновника торжества небольшое праздничное мероприятие, на котором удалось побывать и нашей съемочной группе. Владимир Менчев всю жизнь посвятил городу Видное. В 60-е работал электрослесарем ремонтного цеха на коксогазовом заводе. Параллельно активно занимался общественной деятельностью. Ответственно выполнял комсомольские поручения. За это был выдвинут в комитет комсомола предприятия, а позже стал и ее секретарем. А в 1975 году, благодаря увлечению фотографией и кино, ему предложили возглавить Видновскую киносеть. Ее директором он был на протяжении нескольких лет. В этот период мы познакомились и нашли друг друга. Мы иногда смотрим, как я подписываюсь, когда у нас почти одинаковая роспись. Столько всего мы напридумывали в свое время. И, кстати, по всем этим проектам до сих пор все это живет. Сейчас Владимир Меньшов – сотрудник историко-культурного центра. В честь 75-летия Степаныча, как привыкли называть его друзья и коллеги, в ЭКЦ было организовано небольшое мероприятие. Он по отчеству Степаныч, по фамилии Меньшов. Наш Степаныч, капитаныч, наша крепкая любовь. Для меня вообще большая честь работать в одном коллективе с Владимиром Степанычем. Я уж не говорю там быть руководителем, еще неизвестно, кто кому чему у нас учит и кто кем руководит. Владимир Степаныч, несмотря на возраст, он безумно энергичный. В его голове огромное количество идей. Он очень любит спорить, но самое главное, что в этом споре у нас рождается истина. В ЭКЦ Владимир Меньшов принимает участие в подготовке и проведении многих мероприятий. В выставочных залах центра регулярно проходят его многочисленные выставки. Также он организует любимые видновчанами экспозиции под открытым небом в сквере «Юность». Даже выйдя на пенсию, он же не остановился. И когда мы с ним поговорили о том, что неплохо было продолжить работу в музее нашего степаны, вот он, пожалуйста, нашел себя и здесь. Мы обязательно его будем выдвигать на звание «Почетный гражданин Ленинского городского округа». Он этого стоит. Независимо от своей должности, Владимир Меньшов всегда в гуще событий, происходящих в Ленинском городском округе. И обязательно с фотоаппаратом. Я очень рад тому, что вот здесь и мои новые, и старые друзья, и все вместе. И они все со мной. У Владимира Меньшова масса планов. Он уверен, что творчество не подвластно годам. Главное – вера в себя и свои силы. А коллектив телеканала «Видное ТВ» желает Владимиру Степановичу воплотить в жизнь все самые смелые задумки, достичь очередных побед и продолжать радовать земляков своим талантом. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. «Видное ТВ». За несколько десятилетий Развилковская школа подарила путевку во взрослую жизнь тысячам юношей и девушек. Сегодня она занимает одно из лидирующих мест по уровню образования в Ленинском городском округе. На торжественном мероприятии по случаю 65-летия учебного заведения побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. Развилковская школа была основана в 1955 году. За минувшие десятилетия она прошла путь от простой поселковой семилетней школы до образовательного учреждения с углубленным изучением отдельных предметов. Более 50 лет своей жизни здесь трудилась ветеран образования Галина Семеновна Рубинская. Был мой первый выпуск в 1969 году. И вот 1967 года я бессменно 50 лет работала в Развилковской школе. В одном здании, во втором, в третьем. Сейчас учебное заведение располагается в современном большом здании, где учащиеся не только получают базовые знания, но также проводят свободное время на уроках дополнительного образования и готовятся ко взрослой жизни. Первая та же самая любовь, первые знакомства, первые лучшие друзья, много разных приключений, экскурсии, поездки в другие города. То есть много разных эмоций, всякие мероприятия, спортивные мероприятия, классные часы, просмотры фильмов, подготовка к данному мероприятию 65-летия школы, юбилей. Я тоже принимал в этом участие, монтировал видео, брал у других людей интервью. То есть мне нравится делать вклад в школу. Чтобы поздравить собравшихся, на сцену вышли почетные гости мероприятия. Вам терпение, вам побольше улыбок, чтобы всегда в вашей жизни был баланс между работой с семьей, домом и уютом, чтобы всегда вас дома ждали, ну и, конечно, хороших учеников. Любая школа – это как второй дом. А для меня здесь, честно, вдвойне приятно, потому что сюда ежедневно ходит моя дочь старшая, и я хочу надеяться, что и мои младшие дети будут тоже здесь учиться. Лучшие учителя получили награды за свой труд. Во многом именно от их работы зависит, кем вырастут сегодняшние школьники. Мы ответственны не только за будущее нашего поколения, но и за будущее России, потому что мы выполняем стратегическую задачу, мы обучаем наших детей. Продолжилось торжественное мероприятие праздничным концертом. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.